Мы команда МАТ, и мы хотим сегодня вам показать наш проект Jump Tracker, который направлен на упрощение администрирования школ дополнительного образования. Соответственно, из личного опыта работы в подобных школах я увидел, что большинство школ ведет свое администрирование в Excel. То есть вся база данных в Excel, зарплаты просчитываются в Excel, посещение также в Excel прослеживается. Это неудобно, это занимает много времени, и также нужно иметь людей, которые умеют работать с Excel. И это сложно, что касается расписания, сложно его распространить между учеников и учителей, чтобы они могли по ним работать. Поэтому мы решили создать сервис с удобным интерфейсом и интуитивно понятным. Сразу перейдем к демонстрации и расскажу о нашем интерфейсе. Соответственно, левая часть, у нас интерфейс состоит из левой и правой части. Левая часть у нас отвечает за администрацию школы. То есть здесь можно редактировать расписание, добавлять уроки, изменять уроки, добавлять учеников и так далее, и так далее. Все, что нужно для расписания, тут все есть. Также здесь можно добавлять учебные курсы, изменять также и преподаватели, и кабинеты. Что касается правой части, здесь информация о сегодняшнем дне. То есть можно отметить учеников, которые пришли на занятия. Также здесь можно зайти на определенного студента, посмотреть его карточку, посмотреть его информацию о студенте, посмотреть историю его посещения. Также у нас есть база учеников, где можно найти определенного ученика, который нас интересует. Вот, соответственно, сейчас перейдем к структуре нашего проекта. Структура у нас следующая. Все начинается с фронт-энда. Подается запрос на сервер. Сначала отвечает, это Nginers. Он у нас отвечает за дачу статики. Дальше идет запрос на сервер. Сервер получает запрос, и парситовый, в зависимости от того, авторизован пользователь или нет, мы либо отправляем на страницу регистрации или авторизации, либо мы уже в зависимости от прав пользователя, который к нам пришел, передаем соответствующий метод IP. IP предназначено для выполнения запроса в базу данных. Делает оно это с помощью вызова методов Бёрткина от базы данных. Результаты выполнения запроса IP либо передает обратно на сервер в формате JSON, либо же передает их шаблонизатору, который возвращает отрендеренную страницу сервера. База данных содержит в себе данные о пользователях, студентах, преподавателях, дисциплинах и в процессе функционирования приложения отдает их в API. Шаблонизатор же, он рендерит страницу на основе шаблона, который дал API, и контекста, который также передал API. Какие ключевые моменты относительно реализации? На фронтете использовался JavaScript, и там я использовал паттерны, стейт-паттерн и компоновщик, и получился в итоге React. Что касается шаблонизатора, я сделал синтаксис Django, паттерн использовав обычный метод, он хорошо подошел. Для того, чтобы понять, как это все распарсить и понять, как отрендерить, я использую регулярное выражение rejects из стандарта библиотеки. А также сделал обертку над контекстом, чтобы удобно было туда положить и по нему отрендерить над property 3. Также реализован многопоточный синхронный сервер, который с помощью библиотеки Boost.Asio, и для обработки соответствующего реквеста было удобно использовать паттерн посредника. В ходе разработки API были реализованы различные методы для выполнения пост-эгид-запросов, с которыми вы можете ознакомиться на слайде. В ходе работы с базой данных была реализована обертка для работы с UBD Postgres при помощи библиотеки LibPQ. Соответственно, в планах развития у нас еще добавить журнал, чтобы можно было проставлять… В ходе разработки API, пост-эгид-запросов, с которыми вы можете ознакомиться. В общем, в плане развития у нас добавить журнал, чтобы учителям могли проставлять оценки. А также добавлять платежи, чтобы можно было следить, кто оплатил обо нему, кто не оплатил обо нему для работы. Причем мы разобрались как команда. Мы разобрались в командной работе, мы научились более-менее работать с ГИТО, поняли, насколько важен хороший стиль кода, поняли, как пытаться укладываться в дедлайн, работать с базой данных и как выкатывать сервер проект на сервер. То есть, проект у нас сейчас не доступен на 1прекер.ру. Можно зайти, тоже посмотреть. Вот, на этом у нас все. Спасибо за внимание. Думаю, я начну. Ребят, привет. Спасибо за крутую штуку. Вы очень много времени при рассказе уделили шаблонизатору. И у меня вот технический вопрос. Какой именно у вас подход к шаблонизированию? Вы используете объекты, которые будут в дальнейшем шаблонизированы, или у вас какие-то простые структуры данных, которые, например, мапа стрингов, которые конвертятся из шаблона в значение? Ну, скорее, это больше на проект. Ну, как это все у меня происходит? У меня есть объект парсер, у него есть, соответственно, более-менее маленький парсер. Парсер идет и ищет первый текст, который, в принципе, соответствует синтезу шаблонизатора. И, соответственно, если этот текст соответствует какому-то определенному парсеру, то есть там блок парсер, их парсер, for парсер, парсер переменной и так далее, он вызывает его, и парсер этот уже генерирует объект нот соответствующего типа. То есть их нот, for нот и так далее. Вот, он парсит и отдает конец блока, где заканчивается блок. Например, for начинается, for и and for. Он отдает конец and for, и процесс дальше идет после этого момента. Вот, соответственно, потом идет, составляется из этих нодов очередь, и потом эта очередь уже рендерится. Понятно. А по поводу валидации, у вас есть какая-нибудь валидация шаблонов, которые вам подсовывают в сервер? Ну, типа, я хочу, я написал какой-то шаблон, и я хочу узнать вообще, я правильно ли это сделал, я использовал правильный синтаксис, или у меня где-то есть ошибка, на которую мне может указать анализатор. этого как раз не хватает, я делал зачатки для этого, но я не успел это сделать. Понятно. И вот вопрос про деплой. Что у вас происходило? Что вы использовали? Какой workflow у вас был? Деплой просто, ну, я на деплой зашел на сервер, туда склонил репозиторий наш, вот, и настроил Nginx, настроил супервизор, соответственно, супервизор, чтобы в случае чего страшного приложения само перезапустилось. Вот, настроил Nginx, как уже сказал, сбилдил проект, настроил парты, и все. То есть, по сути, никакого деплойа автоматического у вас нету, именно вот в ручном режиме? Ну, я написал, асашник, как бы, он, асашник, он просто пулит и билдит, потом запускает супервизор, представляете? Понятно. Окей, а где вы арендовали сервер? NetAngels.net. Где еще раз не слышно? NetAngels сайт. Нормально, не слышал. А бесплатный там? Нет. Окей. Спасибо, у меня больше нет вопросов. Ребята, привет, спасибо за демонстрацию проекта. Давайте немножко поговорим о том, что у вас под капотом. Покажите тот слайд, где у вас, собственно, Nginx, по-моему, там еще что-то. Да, ну хорошо, давайте остановимся здесь. Вот API, обработка запросов. Какая там лежит технология под API-нипосредственно? Там составляется, в основном там составляется контекст, берется база данных. Так, подожди, давай, давай туда переформулируем вопрос. Вы клиенту представляете данные по HTTP, правильно? Да. То есть у вас должен быть HTTP серию. Вот на чем написано HTTP серию? На бустасио. На бустасио. То есть вы реализовали HTTP серию на бустасио? Да. А вот бустасио, он из коробки не дает, собственно, коробку по серию. Вы сами реализовали парсинг заголовки? Да, я реализовал парсинг HTTP request и составление репонда. Да. Вы это сделали самостоятельно, да? Да. А что такое? Что? Ну, да. Я поясню. Вот смотрите, давайте поговорим о том, какие вообще есть типы запросов HTTP. PUT, GET, POST и так далее. Вы все их реализовали? Нет, мы ограничились только POST и GET. Я не раз слышал, что что? Ограничились только POST и GET. Только POST и GET. Ну, парсер он поймет, что он пришел в PUT и все понимает. Вот, все парсит. Ну, мы просто посылаем POST и GET запрос. Понятно, понятно. А вы как-то руководствовались RFC или вы так, примерно так вот? Парсер HTTP? Вам Юлиану подсказывает. Я ничего не вижу. Ладно, у меня все. У меня вопроса больше нет. Спасибо, ребят. Я, собственно, об этом хотел поговорить. Пожалуйста. Наверное, тоже все. Куртой проект. А вы пытались, кстати, его куда-то вот внедрить? Вы говорили, что там опыт какой-то не понравился? Ну, мы понравились. О том, что тот, кто занимается сейчас репетиторством, удобно его использовать для своих учеников. Но еще вот ни с кем не связывались, да? Ну, у меня это было в планах, но его нужно хорошо доделать. Вот, ну, собственно, он из опыта. Ну, ладно, все равно очень круто. Спасибо. Можно? Я так подумал. А вот сколько времени ушло вообще на все, на все про все? То есть, вот примерно человек в часах на это все? Ну, это вопрос такой... Считаю, я очень много не спал и похудел сильно. Да, там мы ночами не спали, получается, чтобы сделать его рабочим, чтобы сейчас вы могли зайти на JunTracker, зарегистрироваться как новая школа, добавлять уроки, добавлять учеников, добавлять преподавателей, кабинеты и курсы, ну, и вести какое-то администрирование. У нас по факту ушло на это, ну, там в ходе проекта мы, ну, естественно, там подмечали какие-то... Что вот что-то неудобно мы переделывали, потом что-то переделали, поняли, что мы неудобно переделывали, еще раз переделывали. Потом поняли, что вообще все не то и решили все еще раз переделать. Я понял, что вы прошли через боль, а вот в школе есть какой-то цифровой эквивалент, например? Ну, в часах, получается, что мы, если так посчитать, ну, часов... Вот доведение до финального состояния часов, ну, 50-70 мы вот так вот потратили за последние две недели. А вот сначала проект... Ну, смотрите, все было написано вот месяц назад, все было хорошо. В том, когда мы начали реально все вот так вот проверять, мы потратили 70 часов, если так по факту говорить. Понятно, я понял, хорошо, то есть... Ну, мы не потратили, мы их с пользой провели, мы изучили много нового. Все, 70 часов, отлично. Как фильм там, есть 120 часов, только у вас 70, все, здорово. 70 часов более, это, конечно, было. Ладно, в общем, это правда. Миша очень много со мной общался про парсинг, асинхронный сервер, парсинг куков, потом хидеров в заголовках, HTTP-запросов. Он очень много-много чего узнал из этого проекта, ну, давайте дальше. Да, все, спасибо, ребята. Все, 70 часов. Спасибо. 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 Спасибо.